От всей души приветствую вас на нашем строительном канале Стройдом своими руками Друзья, в прошлом видео мы с вами залили отмостку Утеплили ее, утеплили стены цокольного этажа И, казалось бы, работа завершена Но я вас сразу предупреждал, что это не все И будет обязательно вторая часть Именно сегодня она и есть Если в предыдущем ролике мы сделали все по уму касаемо отмостки И чтобы кто не говорил про то, что не надо ее утеплять Не нужна лишняя гидроизоляция и так далее Друзья, у меня на все есть обоснованный ответ И в этом видео я периодами буду вспоминать ваши комментарии и отвечать на них Теперь, что касаемо утепления цокольного этажа 150 мм это та самая толщина, на которую я хотел выйти И я на нее вышел В комментариях вы писали про то, что огромные мостики холода вызывает подсистема Но, друзья, вы сами сейчас видите прекрасно, что у меня есть одна большая проблема Это консоль, которую я тоже планирую утеплить Эта консоль выпирает в данном случае на 3 см В некоторых местах до 5 см она еще отстает от стены Я не мог не воспользоваться подсистемой Потому что иначе мне пришлось бы еще на 5-7 см увеличивать толщину стены А это неоправданные финансовые затраты и совершенно бесполезное мероприятие Наряду с тем, что стена утеплена на 150 мм Эта подсистема не даст таких мостиков холода, о которых пишут эксперты на нашем канале Я уверен в этом, друзья Теперь, что касаемо утепления от мостки, которая совершенно была не нужна Отвечу Преобладающие грунты в моем районе это суглинки А суглинки, они относятся к разряду пучинистых грунтов Напитанная влагой почва в районе цокольного этажа При заморозке привела бы к тому, что грунт начал бы расширяться Согласен, здесь многие могут сказать, что просто не нужно было давать возможности в воде зайти под плиту И проблема была бы решена Но не тут-то было Вода в любом случае найдет дырочку В любом случае она зайдет под отмостку И она может совершить вот это неприятное действие А утепление отмостки, оно даст возможности грунту меньше промерзать Соответственно и пучинистость нам тоже будет не страшна Сейчас вы зададите справедливый, правильный вопрос Для чего тебе такой длинный бур в руках? А вот с него-то мы и начнем сегодняшние работы Вы заметили, что в прошлом видео я стены цоколя прикрепил на пену И сегодня я зафиксирую это парашютами Или по-другому это называется дюбель-гриб, дюбель-гвоздь Короче, вот такими, сейчас покажу Вот такими вот штуками на 200 мм То есть 150 это ЭППС, экструдированный пенополистирол И 50 мм зайдут в цоколь, в бетон Сверливаться я буду примерно 3-4 парашюта в один лист Наряду с тем, что у меня листы идут в шахматном порядке, с чередованием Поэтому сильно часто мне не нужно Тем более еще и пена держит Предлагаю начать работу Сразу хочу донести до вас некоторую информацию Чтобы вы понимали, что этот случай частный Это не как у вас У вас, скорее всего, будет без подсистемы И, скорее всего, вы будете крепить фасад уже на экструдированный пенополистирол В моем случае, опять же, из-за консоли Мне пришлось построить подсистему Если сейчас опуститься вглубь истории То в предыдущем видео подписчик, наш зритель Очень правильно написал про то, что под вентфасад ЭППС никто никогда не использует 95% в этой фразе есть правды В моем случае это место, которое подвержено напитыванию влаги Поэтому в любом случае здесь нельзя было использовать минвату Но в то же время и ЭППС незащищенный использовать тоже нельзя Сейчас мы просто устанавливаем грибы И перейдем с вами к следующему этапу, о котором я тоже сейчас вам все расскажу Да, вы помните, там окно? Не везде они устанавливаются Грибочки Грибковые юбиляя Как они правильно называются? Парашюты, по-моему, да? Безусловно, с ними крепче Но я считаю, что эти грибы нужны только в том случае, если вы делаете мокрый фасад Или вот прям вот на этот ЭППС вы пристреливаете сетку И с ним уже работаете, как с финальной частью вашей отделки В моем случае будет строиться подсистема И это просто подстраховка Не было бы консоли, я бы, конечно, делал все по-другому Было бы все проще Следующий этап в нашей работе Это нанесение адгезационного Ладно, не буду умчить Слоя адгезии Чтобы экструдированный пенополистирол очень хорошо принимал к себе цементную штукатурку Его надо сделать немножечко рыхлым Поэтому я нашел вот такую вот красивую штукенцию И сейчас все это дело замотаю Обработаем хорошенько и начнем штукатурить По внешней штукатурной сетке Если, конечно, мне даст погода Та-дам! Опять идет циклон Так, процесс достаточно простой, но громкий Следующий этап Огнезащита нашего экструдированного пенополистирола Это обязательное условие Соблюдать его надо всем тем, кто использует экструдированный пенополистирол на своем цоколе Ну, по факту, это просто штукатурка стены по ЭППСу Именно для этого я и наносил ребристую поверхность на гладкий полистирол Предлагаю не откладывать это на долгий срок Пойдемте работать Принцип работы такой же, как и при подготовке стен из пеноблока к штукатурке Наношу клей на стену и после утапливаю в него сетку А подвесы будут выполнять роль дополнительных держателей для армирования стены Задача одна Закрыть все оголенные участки XPS от возможности случайного воспламенения В закрытом состоянии он не поддерживает горение Огнезащита на цоколе завершена Теперь продолжаем работы по формированию стены цоколя Утепление консоли Из листа экструдированного пенополистирола Сейчас должен напилить листы по длине консоли Это будет из пятерки И сверху уложу десятку оставшуюся у нас от утепления цоколя Клочки, которые по сути на выброс Я просто накладываю готовый шаблон Утепление консоли я считаю одним из очень важных моментов Утепление в принципе цокольного этажа Потому что консоль опоясывает по периметру весь дом И представьте, какие утечки тепла будут из дома зимой Нам этого не нужно В голове сформировал четкий план по этапности работ В подсознании даже висит картинка, как это будет выглядеть в конце Но по факту получается как-то неуклюже Досмотрите до конца Если честно, в конце фильма я получил удовольствие от того, что получилось По правилам установки пенополистирола на стену Необходимо придавить лист дюбелем Но скоро вы увидите, как я решил этот вопрос Скажите, вот как сейчас это все идет Есть ошибки или в принципе нормально? Не знаю, чем я спрашиваю, я же знаю, что там ошибок нет Но тем не менее, напишите, если что-то считаете идет не таким путем, как надо Ай-яй-яй, не улетай, пена, пожалуйста Не улетай, только не улетай Ах, опять порыв И опять пену начинает скидывать Вы не думайте, что вот эти листы останутся не запакованными в бетон Они также закроются потом сеткой и клеем Подумать только, еще месяц назад тут росла трава И даже конь не валялся А сегодня отмостка и теплый подвал Так, теперь по поводу ливневки В прошлом видео я не успевал В моем случае расположить ливневку системой дренажа, чтобы вода сама фильтровалась и уходила в почву не получится Потому что суглинистые грунты Второй вариант это насос, который будет выбрасывать ливневую воду из колодца наружу в какое-то определенное место А это киловатты энергии, это финансы, которые и так этот дом будет нещадно пожирать, насколько мы это знаем Поэтому мы приняли решение сделать просто дорожный уклон наполовину дома Это в сторону улицы, вода будет уходить туда А вторая часть будет орошать наш огород Если у нас он будет, потому что, ладно, это тоже другая история Огород будет Сейчас я перехожу к предпоследнему этапу до установки уже вент-фасада Консоль защищена Здесь десятка, тут пятерка, снизу пена Поэтому она защищена просто идеально Я сейчас прочерчиваю вот такие направляшки Это как раз для подсистемы Потом сделаю здесь небольшие пропилы простой пилой И у меня подсистема будет вставляться как бы заподлицо Сейчас Тоняк опять напишет про мустики холода За это не переживайте, пропил в XPS не достает до тела консоли Вот моя работа сейчас Я это все отмечу хорошенько Пропилю и начну устанавливать подсистему И только после установки подсистемы заштукатурю уже оставшуюся часть Но я думаю, логично, вы понимаете, почему так Ну по штукатурке потом пилить пилой это, ну, моветон Возможно, еще у кого-то возник вопрос Куда же подевались все окна в цоколе Моя долгая стройка дает мне возможность продумать все до мелочей И кто на канале уже давно, знают, что следующим этапом у меня будет отопление Так вот, отопление требует заливки теплого пола И в цокольном этаже, соответственно, он будет тоже А теплые полы заливать лучше всего через окна Поэтому, если я сейчас сделаю пропилы, то мне нужно будет либо установить стеклопакеты Через которые потом пихать грязный миксер, который будет сливать бетон мне в цоколь Я подумал, а зачем они мне нужны, если выпилить потом отверстие под окно Это совершенно не проблема Поэтому окон у меня сейчас нет Работать с подсистемой оказалось очень даже легко Зря я этого боялся Режется простыми ножницами по металлу Даже не понадобились саморезы с буром Подошли обычные Натянул шнурку и по ней установил все направляющие в одну линию Итак, финалка, завершающая весь процесс нашего утепления цокольного этажа Это сейчас будет штукатурка консоли Этим будет заниматься Женя Вы уже знаете этот процесс Она сейчас, как это называется, придает шероховатой поверхности нашему экструдированному пенополистиролу Для того, чтобы он хорошо принимал на себя штукатурку После чего мы будем клеить сетку Прям осталось буквально секунда И что мы сейчас делаем? Мы намазываем раствором поверхность Здесь сверху, вот здесь вот эти вот штучки Потом расстилаем сетку И еще раз промазываем, наверное, для того, чтобы ее зафиксировать Не знаю, Денис сказал, надо делать так И ее заворачиваем и здесь тоже промазываем Кроме вот этих вот частей Здесь мы обрежем Вот такую сетку мы будем клеить Теперь разматываем и укладываем сетку Хорошенько промазываем И потом загнем внизу Так же И вот таким путем мы проходим весь соколь Итак, друзья, в принципе, работу можно считать завершенной Не хватает только горизонтальных порожилин, которые будут После того, как я отмечу окна Чуть позже я это сделаю Дочь приехала помогать сейчас Я думал, у нее такая самоотверженность помочь На самом деле девчонки ждут в городе Надо уже ехать скорее Честно, за это лето я насладился улицей И сейчас мы опять заныриваем в дом Следующий видос можете посоветовать, чтобы вы хотели увидеть Это диавишечку Мы будем делать с вами парящую кровать Либо второй вариант Это я спускаюсь в подвал и допинываю эти две комнаты Это киностудию нашу Когда-нибудь она закончится Да, это кинотеатр и бойлерную комнату Вот какую-то из них Давайте проголосуем в комментариях Ну а мы были очень вас рады всех видеть До скорых встреч Пока Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok